Россия и Испания. 14 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге. Ноябрьская погода, но под крышей замечательного стадиона Санкт-Петербург уже лето практически 2018 года. Прекрасная температура, очень тепло, так что ничто сегодня не будет мешать футболистам играть. Ни дождь, ни слякоть, ни холод. И есть все основания полагать, что мы сегодня увидим хороший, яркий, ну и атакующий футбол. Особенно хотелось бы, наверное, его увидеть в исполнении сборной России. Российский футбольный союз и аркомитет по проведению чемпионата мира продолжают совместный проект с хэштегом «Welcome 2018». Оставляете в соцсетях фотографии красивые, которые показывают, как вы будете болеть за сборную России. И выигрываете футболку нашей национальной сборной. Состав сборной России Андрей Лунев. «Зенит» сегодня защищает ворота. 99-й номер. 5-й номер Виктор Васин. ЦСКА. 8-й Денис Глушаков. Московский «Спартак». 10-й номер Алан Дзагоев. ЦСКА. 11-й капитан команды сегодня Федор Смолов. 13-й Федор Кудряшов. 14-й Георгий Джикия. 15-й Алексей Миранчук. 18-й Юрий Жирков. Состав сборной Испании. Давид Дехея защищает ворота. Первый номер Манчестер Юнайтед. 3-й Жерар Пике. 5-й Сергио Бускет. 6-й Андре Синьестов. Все Барселоны. 14-й номер. Начо Фернандес. 15-й Сергио Рамос. Мадридский Реал. Оба. 18-й Жор Ди Альба. Барселона. 19-й Родриго Варена. Валенсия. Подключается Жирков. Смолов делает ему передачу. Жирков уже входит в штрафную. Прострел. Мяч отскакивает. Можно пробить. Удар поворотом. Первый удар в сегодняшнем матче. В исполнении Долера Кузяева. Да. Ну неплохо выиграли подбор. Да. Порядок, что верховую борьбу у Пике, наверное, сложно выиграть за Гови. Но главное здесь выиграть. Кузяев и Глушаков в центре поля. Передача налево. Проходит она. Очень приятная, может быть, атака испанцев. Внимательно играть с Родриганом. Мяч выкатывается на Сусу. И вот первый удар поворотом у него. Прошла передача сейчас у испанцев. Прошла великолепная передача от Инеста на Марку Асенсио. Правым флангом пошла атака. Игорь Смольников. Прострел. Здорово. Смолов. Да. Вот это был действительно уже практически момент. Нет. Вот это была еще одна атака. И опять правого фланга. И опять от Смольникова. И первый пас над Загоева тоже был от Смольникова. И сейчас великолепная передача между центральными защитниками и Дехе. Дехе не может выйти. Защитники бегут лицо к воротам. То есть вот это хорошие такие передачи. Ну, чуть-чуть не успел Смолов на этот мяч. Но надо продолжать так же. Моду на вот такой вот футбол комбинационный с большим количеством передач, с импровизацией ввела. Передача, подача, опаснейший момент. И мяч летает в ворота сборной России. Головой дают забить. Кто это был? Это Сусу отличился. Нет, это по-моему, Горди Альба. Вот это да. Горди Альба, левый защитник, забивает головой. Это вот действительно неожиданно было его подключение. Сейчас мы разберемся, что случилось. Не знаю, для кого неожиданно. То есть то, что крайние защитники подключаются постоянно. Вот именно в штрафную. И забегают в штрафную. Если вспомнить матч последней Испании с Коста-Рикой, Горди Альба тоже первый гол забил, тоже он. С прострелом, опять же. Вот, смотрите, дали получить мяч. Во-первых, Асенсио и совершенно один Горди Альба штрафной. Никто с ним не играл. Я играл Джики с ним. Качнул, как говорят. Качнул на ближнюю, пошел на дальнюю. Развернулся, пошел за Джики. Васин не успел подстраховать. Все, пожалуйста, 0-1. Ну и сейчас Испанцы пытаются вернуться. Вернуться на этот уровень. Ой-ой-ой, пенальти. Ну вот. Честно говоря, я, честно говоря, не согласен. Не соглашусь судьей. Попадает в плечо больше. Или даже если это попадало чуть ниже, но, опять же, это угроза никакой не несло. Но судья показывает, что была рука на плечо. Давайте смотреть. Движение вот было единственное. Движение было, по-моему, плечом. Да. Вот мне даже кажется, что все-таки это плечо, скорее, а не рука. Ну и в таком матче... Да, нет. Тут, кстати, очень хорошо видно, что это менее. Пенальти – странное решение. Жан-Луки Рокки назначит пенальти в такой игре, в такой ситуации. Ну, на чемпионате мира, ну, бы помог видеоповтор. Здесь пока что такой функции у нас нет. И сейчас 11-метровый удар. Мы могли бы помочь, если честно. У нас бы просили, что-то помогли. С удовольствием. Значит, и ассистент мог бы, наверное, теоретически вмешаться. Ну, вот так вот. Кто будет бить пенальти, пенальти будет бить Сергей Рамос. И пенальти даже он бил. Слиз-лиз, понятно, болельщиков. Тем более, как раз эта трибуна, за которой наши фанаты оставили удар. 2-0 становится счет. Решил не гадать Линёв. По удару решил сработать. Но Рамос пробил точно. Хотя были у него незабитые пенальти в карьере, и в важных матчах в том числе. Но опыт есть опыт. 2-0. Сборная России проигрывает испанцам к 35-й минуте. Хотя решение арбитра на пенальти здесь, конечно, нам не понравилось. Ну, что обидно. Мало того, что соперники сложные. Так что в матче с Аргентиной арбитры не заметили положения вне игры. Да, ну, не заметили положения вне игры. Но все сказали, и Станислав Саламов сказал, все сказали, что Аргентина была сильнее. Аргентина наиграла на один гол точно. Да, у испанцевки, по сути, больше и не было голевых моментов. Ну, собственно, пенальти вообще из воздуха возник. А в первом случае наша защита слишком многое позволила. Хороший пас. Миранчук дальше. Здорово. Смолов и Голушаков открываются. Получает мяч. Удар! Нет, я думаю, что Альба успел все-таки. Суза, да, успел вылезти. И правда, в итоге, по-моему, все равно удар от ворот, но Голушаков бил уже в ситуации, когда не было у него мяча как такового свободного. Здорово разыграем, что это один пас, второй пас. Да, и успел одно. Успел сместиться и навязал Голушаков в борьбу. Тут же наши вступают в борьбу на чужой половине поля. Начал. Пике. Давайте, давайте, поджимайте его. За боковой. Вот в который раз здорово, да, когда от ворот начинают, сборная Испании начинает. То есть здорово прессингует и здорово получается отбирать мячи. За боковой будет вводить Юрий Жирков. Последняя пятиминутка. Очень хотелось бы, чтобы наши ее активно провели. Можно бить. Виранчук здорово. Смолов удар где? Гол! И мяч влетает в ворота сборной Испании. Федор Смолов отыгрывает один мяч. Но вот видите, все чувствовалось, что можем, можем забивать. И это происходит в самом конце первого тайма. И до этого были возможности для удара. Но когда, когда, наконец-то удар состоял, с небольшим дном, по-моему, рикошетом от защитника, мяч влетает в ворота. Два-один. Один мяч сборная России отыгрывает. И делает это Федор Смолов. Смотрите, вот Далер Кузяев. Возможно, был перед в положении вне игры Смольников, но не был Смолов. И здесь Смолов тоже не в обстоятельстве. Убирает мяч под левую. Разворачивает тяжеловатого пике. И точно бьет в дальний угол. Молодцом Миранчук. Он же сразу уехал из расположения сборной. В Москве, в Санкт-Петербурге, соответственно, мы его, к сожалению, не увидели. Было бы любопытно. Посмотрите, атака сборной России. Жирков. Передача нужна. Гол! Мяч влетает порода. И это Алексей Миранчук. Два-два. Не лжи, да ты прямо скажешь, повел. Казалось, что вроде бы упущено, что сейчас будет угловой. Мяч отскочил к Миранчуку. Ну, после рикошета, да, к Миранчуку здорово Жирков прошел по плану. И после рикошета, да, там случайно, не случайно, где-то уже неважно, скачил Миранчуку, который сравнял шесть. Забиваем быстрый гол на втором тайме. Сейчас посмотрим. Миранчук таким образом гол плюс пас. Записывает хорошая заявка на то, что и дальше быть в обоиме у Станислава Черчеза. Голос, Миранчук претендует на место в основном в составе. Вот, смотрите, что здесь произошло. Произошло, что не побежали за... Во-первых, Сал после аута. Не побежали за Жирковым. По-моему, это Каехон не добежал. Жирков прошел до лицевой линии. Пострелил, да, рикошет в нашу пользу, так сказать, случился. И Миранчук уже забил. Видите, от ноги мяч отскочил обратно в Жирково. Не важно, да, не важно. Отчего отскочил в поле и Миранчук использовал это. 2-2. Вот сейчас Марку Ассенсио будет бить штрафной. Может и пробить. Удар у него сильный. Я не удивлюсь, если он сейчас нанесет удар в поворот. Нет, все-таки следует подача. Падают игроки сборной Испании. Что еще бенальти? Ну, Джан Лука Рокки сегодня прямо безжалостен. Еще один 11-ти метров. Начать в наши ворота, вызывая свист публики. Как-то не гостя, как-то не типа товарищеский. Приехал в гости, уже второй пенальти поставил. Сейчас будем смотреть, что там произошло. Была борьба в штрафной, как обычно. Ну, обычно штрафной. Да, ну, давайте посмотрим. Джеки острафованы. Как раз, по-моему, Сергио Рамоса ничего и не было вообще. Ну, споткнулся, сам упал еще и завалил Джекио. Ну, и второй пенальти расправление Рамоса. И вновь он забивает. Ну, он вновь попытался как-то на него давление оказать. Но, похоже, что на Рамоса все эти штучки не действуют. И забивает вот гол. И второй пенальти тоже вызвал. Пока у нас вопросы, как минимум. Огром, огромный, честно. Меня вызвал. Это огромный вопрос, честно говоря. Да, но если бы Валерий Георгиевич сейчас был тренером, тоже был. Еще больше вопросов. Вот падает. Падает Сергио Рамос. Валит еще и Джекио. Кудряшов, да, держал. Кого-то держал. Но я так понимаю, что с пенальти как раз был на Джекио. Вернее, светлый судья. Ну что, играем дальше. 3-2 в пользу сборной Испании. Второй уже пенальти в наши ворота поставил Джан-Лука Рокки. И Родрига остается единственным нападающим сборной Испании. Передача вперед. 63-я минута идет. 1-1 во втором тайме на гол. Мирончука ответили испанцы с пенальти. Выход 1 на 1. И выручает. Выручает Андрей Лунес. Прошла передача. Не сумели наши ее перехватить. И чистый выход 1 на 1 получился. Нет, чистый выход 1 на 1. Вот в этой ситуации, когда из-под прессинга выходит игрок сборной Испании. Наши защитники расположились очень высоко, вместо того, чтобы бежать. Вместо того, чтобы бежать назад, дали вот этот зазор. Расстояние между двумя центральными защитниками. Испанцы, конечно, сразу же это используют. Подача. Удар по воротам получается. И Дехе вынужден греха подальше выбивать мяч. Юрий Жирков нанес удар головой. В отдыхе я немножко понякнул человеку. Потому что не понимал, он не отчаянный мяч в ворота или не в ворота. Траектория была неприятная. На главном турнире четырехлетия. Что там здесь показывают? Удар Жиркова еще раз. Наш отобрали. Удар. Гол! И это 3-3. Потрясающий дальний удар Федора Смолова. И вновь, вновь сборная России сравнивает счет. Быстро, быстро разыграли. Испанцы этого не ждали. И удар Смолова. Дехе при всей его реакции круглочести отразить не сумеет. Запрессинговали. Потерял Марко Асенчо. Потерял мяч. Плохо обработал. Потому что мы там, на той половине поля, у Штрафной прессинговали. Сразу после потери. Быстро получил Смолов мяч. И уже не успели, естественно, вернуться. Испанцы в исходные позиции. Здорово пробил. И Кокорин становится автором своеобразной голевой передачи. Пробил этот мяч для Смолова. И у Смолова показал, конечно, свой удар. Мощнейший удар с линии Штрафной. Насквозь. И Давид Дахиа не выросил. 3-3. Дубль таким образом Федора Смолова. Во второй раз сборной России удалось сравнять счет. Кокорин. Скидка головой. Выход 1-1. Смолов. Удар. Но если бы получше первым касанием остановил мяч. Да, если бы достал и первым касанием подработался, я сразу в ходу. Тогда было бы реально опасно. Еще раз смотрим момент с Кокориным. Кокорин нету положения вне игроков. Великолепно сбросил мяч Смолова. Но тот не сумел его сразу под удар подработать. А тут уже понятно из-под защитника. Тут уже забить было сложнее. Жан-Лука Рокки и его бригада. Испанцы продолжают атаку. Мяч штрафной. Лунёв! Так, что еще один? Что судья показывает? На этот раз под кепенальти? Уже когда его видишь в штрафной, кажется, что опять может произойти. Но сейчас Лунёв на опережение выходил. Руками вперед прыгал. Врезался. Коленом в лицо, по-моему. Успел Лунёв мяч сыграть. Да, успел, но там по-моему все серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, до последнего пошел Родриго. И дай бог здоровья Андрею Лунёву. Ротарская работа такая. Замена потребовала. Замена просит, просит. Да, сразу попросили замену. Видимо, там все серьезно. Есть ли замена-то вообще? Наверное, в сроке в любом случае даже регламент. Регламент, наверное, да, видите. Габулов показывает, что вроде бы замены-то нет. И вот здесь коленом в лоб, по-моему. Дай бог, что... На высокой скорости причем находился Родриго. Как давить кровь. Матч московского Спартака с Русенборгом, когда Андрей Тихонов в свое время защищал ворота и даже отразил непростой удар. А так на носилки укладывают, голову забинтовали. Аплодисменты к вратарю. Пошел прямо руками вперед, как положено. Настоящий действительно вратарь. Аплодисменты, аплодисменты Андрею Лунёву. Пожелаем ему здоровья. Дай бог, что нормально будет. Да, Кокорин надевает. Кокорин проведет последние три минуты в качестве галкипера. Полевые. Аплодисменты Александру Кокорину также. Перчатки он наденет. Габулов ему расскажет, как тут все положено с экипировкой, как заштуровать. Ну и, конечно, будем с нетерпением ждать известий из нашего медицинского штаба по поводу... Нет, Глушаков все-таки, помню, отобрал. Отобрал из Молова. Кокорина отобрал из... Напомню, что отдельная камера у нас следит за Денисом Глушаковым. И сейчас вы можете посмотреть, как это все будет происходить именно в режиме реального времени. Как Денис Глушаков будет защищать ворота сборной России по футболу. Тут штрафной удар. Так, вот Ленев. Да, но обидно, когда в таком матче происходят вот такие вещи. Не очень получилось, что Денис Глушаков не будет спять. Привыкает он только к новой роли. Ну, недолго, слава богу, ему предстоит делать. Три минуты, видимо, еще будут какие-то добавлены, по всей видимости. Потому что, собственно, те три минуты, которые были добавлены арбитром изначально... Да нет, все равно. Нет, ну да, действительно, это что-то неправильно. Итак, прекрасный матч мы увидели с вами на Первом канале. Три-три. Главное теперь, чтобы все было в порядке с вратарем Зенита и сборной России Андреем Лунем. Валерий Карпин и Кирилл Зиментин для вас комментировали этот матч на Первом канале. Спасибо вам, уважаемые болельщики, что были с нами. Но лучший футбол еще впереди. Мы вам его обязательно покажем. А сейчас оставайтесь на Первом канале. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok